Подводная атака Производство Эксцельса Продюсер и режиссер Дуэлио Калетти Сюжет Марка Антонио Брагадена Сценарий Арест Бланколи Марк Антонио Брагаден, Дюэлио Калетти и Энио де Кончини В ролях Карло Белинди, Альдо Буфиланди, Эрл Кэмерон, Дэвид Карбонари, Лодовик Коджириано, а также Фолку Лулли Оператор Леонида Барбони Монтаж Джулианы Аттени Композитор Нино Ротто Фильм посвящается людям, погибшим на 91-й итальянской подводной лодке Эти лодки исчезли в Средиземном море и в различных океанах во время Второй мировой войны События, показанные в фильме, происходили на самом деле Средиземном море и в различных океанах во время Второй мировой войны Торпеда по левому борту Торпеда по левому борту На помощь Помогите, спасите 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 Помогите Вон там, видите Давайте канаты Спасите 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 Субтитры делал DimaTorzok Убери от меня свои лапы Ну что, первый раз пороху понюхал? Вы себя хорошо чувствуете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На, покури! Да ладно, ну? Ну чего ты? Как назывался ваш корабль? Я скажу командиру, я слушаю Дайте нам спасательную шлюпку и воды Мы сами перебьемся Здесь нет лишних лодок Кроме того, суши слишком далеко Вы не доберетесь Тогда бросьте нас обратно в воду Вы имеете на это право Мы враги Тененте, отведи их в трюм Пошли За мной Давайте, давайте Идите Продолжение следует... Задраить люк И всем собраться на мостике Она нечего? Вы что? Никогда женщин раньше не видели? Или вам делать просто нечего? Видеть-то видели Да было это лет пятьдесят назад Ладно, по местам Задраить люк Задраить люк Задраить люк Глори Аллилуйя Стайнер, брейте до старшего Женщина англичанка Служащая ВВС С ней надо обращаться Так же, как со всеми остальными Хорошо Еще одна партия Скоро в этом трюме Соберется весь флот союзников У нас добавилось груза Они все вместе Весят где-то фунтов пятьсот Надо снизить вес баланса На такое же количество Включить насосы Я американец Джонни Браун Из Техаса Капитан Хан Довен До последнего времени Из голландского торгового флота Жан Кортье Француз, очевидно Да, но сейчас воюю за англичан Я смотрю, вы здесь все уютно устроились На дне морском тихо и спокойно Они неплохие ребята, эти итальянцы У них явно были причины Чтобы поднимать нас на борт Вы знаете, есть такая штука Как человечность Какая еще человечность? Они же противник Верно, но кто решает? Каждый отдельно взятый человек Противник тебе или нет? Вы бы этот вопрос не задавали Если бы вы были тренированным моряком Вас учат уважать знамя И ненавидеть врага И все Я служил под многими флагами Больше всего мне нравятся те флаги Которые обращаются со мной лучше всех Ты знаешь, когда я был поваром В монастыре В каком еще монастыре? Там, где тебе запрещали материться Когда я был поваром В отеле Риц Ну, конечно Посуду-то там был Начинал я с этого Но потом Я знаю За мной бегали все Честное слово Да поможет мне Бог Особенно полиция Вот это видел? Видел, видел Кто был лучшим поваром? Ты, конечно Ну, тогда все очевидно Сначала закуски Потом обед Потом кофе Люди Давайте пошевеливайтесь Сон, не тяните время Выпей немножечко КОНЕЦ Полегче с маслом, ребята Прошу прощения У вас нету спичек? Что вы здесь делаете? Восемь месяцев Я скрывался в Танжере Потом он слышал Что грузовой корабль Набирает команду Я попал на него Если бы я знал Что он везет запчасти для англичан А зачем вы прятались? Чтобы это рассказать Требуется несколько часов Это случилось с Вальпараисо Примерно лет 40 назад 40? Да Но вы же родились Где-то 40 лет назад И вот Мой капитан Говорит Господин адмирал Вы имеете право на критику Но вы забыли об одном Лодка Это как дом для экипажа Командир Пиаджини Вот это был человек Нравился всем Знаете, как мы его называли? Кукурико Кукурико Влюбленная пташка Одну ночь я не забуду никогда Ностромо? Да, Тененте Соберите пленных Слушаюсь Потом да расскажу Ну конечно Ты уже тысячу раз рассказывал эту историю Пленных всего семеро Так, это семь пар легких И на случай Если придется погрузиться И оставаться под водой С ними на борту У нас времени Для Дыхания Останется меньше На 2 часа 36 минут Минус 2 часа 36 минут жизни Я не понимаю Почему остальных трех Последние приобретения Нельзя было отправиться В слоясии на лодке Вы предлагаете их что? Выбросить за борт? Как мусор Вы прекрасно знаете Что до суши Не доплыть на таком расстоянии Они всем только в обузу Плюс вы знаете Что говорят про женщину на корабле Здравствуй, Джонни Если я не ошибаюсь Ваша фамилия Штайнер Да, Роберт Штайнер Я знаю писателя С такой же фамилией Несколько лет назад В Бирмингеме Я видела комедию Роберта Штайнера В таком случае Сдаюсь Автор перед вами Правда? Но что вы здесь делаете? Вот как получается Торпеды не уважают литературу Какой из моих спектаклей Вы видели? Правда, жизнь забавная Один из моих первых Я вот вспоминаю Когда я писал его И чувствую себя глубоким старцем Я написал его Когда жил в Калифорнии Это были счастливейшие дни На моей памяти Сейчас кажется трудным Вспоминать Что когда-то мы могли жить Веселые Полные сил И не задумываясь о смерти А сейчас Весь мир почернел Садитесь, пожалуйста Садитесь Ну как, вы справляетесь с обязанностями? Я думаю, что достаточно неплохо Насколько это возможно? Да, но Капитан Ван Долленд Похоже Заболел У него лихорадка Капитан Вы ему дали все необходимые лекарства? Да, конечно Спасибо Кроме того Мисс Дональд Нам прекрасно помогает Она очень вовремя появилась Я бы сказал Давно вы Служите в армии? С тех пор Как погиб мой жених В битве при Тобрюке От руки итальянцев Субтитры сделал DimaTorzok Капитан, давайте я вас сменю Вам необходимо отдохнуть Да вроде бы ничего не случилось Ночь уже закончилась Спасибо Корабуль на горизонте Приготовиться к погружению Дифферент на нос Рули глубины на погружение Угол погружения 10 градусов Заполнить Кингстоны Нулевой продольный крен Вентиляция баков Давление в норме Глубина перископная Есть глубина перископная Наш курс 267 Самый полный вперед Глубина перископная Цель в 50 градусах по левому борту Курс цели 272 Дистанция 13 миль Какой у нас курс? Курс врага 3-4-5 Курс атаки 2-9-7 Лечь на курс 2-6-0 Третий и четвертый торпедные аппараты готовы к ведению огня Внимание, экипаж Приготовиться к бою Курс 2-6-0 Носовые торпедные аппараты номер 3-4 Открыть внешние люки Я прекрасно вижу этот корабль теперь Он большой и хорошо вооружен Как минимум две крупные пушки Наверное, перевозит войска Надо бы уже начинать Третья и четвертая торпеды Будьте готовы к ведению огня Торпеды готовы По-моему, уже можно Взять курс атаки Правая руля Курс 2-9-7 Выхожу на курс 2-9-7 15 градусов правого руля Так держать Вперед Обе машины малый ход На строму следи за креном Крен в пределах нормы, тенненты Скорость противника 14 узлов Угол на цель, пожалуйста 19 градусов, команданты Будем ждать, пока не выйдем в пределы 5 градусов Пять Четыре Три Две Одна Огонь Третья пошла И раз, и два, и три Четвертая Вперед Восемьдесят футов Сто десять секунд Не попали Торпеды взяли слишком широко Точность не самая их сильная сторона Приготовьтесь к сплытию Внимание, экипаж Приготовиться к сплытию Дозорные в боевую рубку Задраить воздушные люки Воздушные люки задраены Балластные люки задраены Стрелять будет тяжеловато Несмотря на это, мы справимся Ладно, шевелимся Всплываем Продуть кингстоны Машины вперед Продуть Баки Дифферент на корму Машины готовы Частично в сплыве Откройте люки Люки открыты Машины вперед Открыть огонь Заряжай Пли Правый руля Готовь Пли Вот теперь прямо по курсу Огонь Огонь Они отстреливаются Ничего, еще немного и попадем Продолжать пристрелку Огонь Правый руля 10 градусов Огонь Снова они занялись уничтожением Я знаю Это ужасно Но война такая штука Война это смерть И боль Мы убиваем и нас убивают Такое ощущение, что жизнь человеческая Стоит дешевле всего Вам, конечно, легко протестовать Но будь вы на их месте Что бы делали вы? Что бы делал я? Молиться за Францию Ваша национальность не имеет ничего общего С происходящим Молитесь лучше за упокой собственной души Или за мир Они отстреливаются Дистанция 4200 Дистанция 4200 Огонь Огонь Вражеские самолеты Открыть огонь по самолетам Огонь 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 Энрико, ну, осторожно. Спустите его в лодку. Можно мне остаться, команданте? Я хочу посмотреть, как вы прикончите этот корабль. Хорошо, пусть остается. Приготовились, пли. Она закончена, сэр. Корабль потоплен. Он все еще отстреливается. Смотрите, команданте! Коменданте, смотрите. Стрелка спустится. Приготовиться в трюк. Приготовиться к погружению. Рули глубины до максимального погружения. Курс 150. Заполнить кингстоны. Рули на реверс. Реверс на реверс. Референт на нос. Установлен курс 150. Коменданты, рули глубины заели в положении на погружение. Стоп. Стоп, машина. Перевести управление рулями глубины на ручное. Перейти на ручное управление. Перейти на ручное управление. По оба борта. Приказ получен. Задрайд люки. Быстро погружаемся. Глубина 25 метров. Люки задрайны. 35. Продуть балластные баки. Балласт за борт. Рули не слушаются. Пытаемся починить. Все еще заели в положении на погружение. Прошли 40 метров. Мы быстро тонем. Продолжение следует... Глубина 45 метров. Глубина 45. Бруно, Джизеппе. Как вы там? Починили рули? Бруно, что с вами такое там, а? Эта штука тоже отказала. Откройте двери в переборках. Передавайте приказы напрямую. Открыть двери в переборках. Передавать приказы напрямую. Приготовиться к передаче прямого приказа. Продолжаем тонуть. Бруно, Джизеппе. Починили рули? Как у вас там? Ручное управление не работает. Глубина 55. Малый вперед. Продуть все носовые баки. 60. Воздух вперед. Немного воздуха в балластные баки. Погрузились на 65 метров. 65. Провинсти инспекцию на предмет штечи. Все еще погружаемся. 80. Все еще погружаемся. Электрик, вы слышите меня? Что случилось со светом? Основной рубильник выбило. Как скоро вы сумеете починить? Через две минуты. Лодка продолжает погружаться. 90. 90. 100. 100. Все еще погружаемся. 105. 110. 115. Погружаемся. 120. Рубильник готов. Быстро погружаемся. Ладно, продуть все балластные баки. Быстро тонем. Почти 130. Продуты все баки и сброшен балласт. Корабль легче не становится. 140. 150. Хорошо, продуть запасные баки. Все равно погружаемся. Зашкалило. Боже ты мой. Боже ты мой. Боже ты мой. Скоро давление воды раздавит корпус Надежды нет Нет Внимание всем! Попробуем поднять давление внутри Воздух внутрь Есть воздух внутрь Это зачем? Это компенсирует давление воды Иначе она нас просто раздавит. Две атмосферы Три атмосферы Три атмосферы Четыре атмосферы Достаточно Достаточно Ручное управление Рулями глубины в порядке Приготовиться к всплытию Обе машины полные вперед Рули глубины на всплытие Полный вперед Глубиномер Глубиномер снова заработал 140 Сплываем 130 125 120 120 110 Сплываем Открыть все вентиляционные люки Три атмосферы Три атмосферы Дай мне ключ Маги До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 И еще с устрицами. Все, что душеньке угодно. О, устрицы. Это мой друг написал. Курица. У настоящего моряка всегда найдется запас на черный день. Будем праздновать мой день рождения. Я приготовлю себе целое блюдо из цыпленка. Только для себя. Помню, как-то раз был я в Йокогаме. Голод, холод, ни воды, ни еды. Командант и был гением. Очаровал прелестную дочурку местного мандарины. Сидим, мы едим. Девушка красавица. На, понюхай на строму. Очень хорошо пахнет. Оставь немного, команданты. Так вот, сижу я один с этой красивой китаянкой, так что... Рубка, рубка, потом да расскажу. Рубка, 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 руб Ну-ка, дай посмотреть. Дай сюда. Дать тебе совет? Возьми лучше шкурку. Женщины. Да. Все хотят одного и того же денег. Без денег ничего не добьешься. Есть деньги, береги их. Нет? Пытайся добыть. А иначе... Вот мы, что мы здесь делаем? Интересно, вот как вы думаете, неужели войны начинаются не из-за денег? А как же идеалы и патриотизм? Патриотизм. Идеалы. Двойка бубей. Тройка пик. Давай, продолжай. Я пошел на тормом. Стой, не с места. Ну что тут происходит? Этот тип пытался устроить нам кораблекрушение. Все в порядке, команданты. Ладно, давайте, запреть его. Как же вы не наказали Картье? На его месте я поступил бы так же. И вас бы расстреляли, наверное. Это самое красивое время дня. Все меняется так быстро. Тоскуете по дому? Да. Много почему? Бирмингем вообще не в той стороне, а в той. Кто знает, когда я снова его увижу? Как-то раз я сам был в Бирмингеме, проездом. Это было ночью на вокзале. Хотел найти сигареты, но нигде их не было. Магазины были закрыты. Мой дом далеко от вокзала. С другой стороны города. Вы когда-нибудь были в Италии? Да. Туристкой. А, Сикстинская капелла, Святой Петр, Голуби. Песни. Когда вернетесь в Италию? Когда-нибудь вернусь. Вы извините, я должна спускаться. Моя очередь заканчивается. Спокойной ночи, лейтенант Дональд. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Что мы ждем? Чего мы ждем? Письменного приглашения? Ты опоздал минут на десять. Меня забыли разбудить. Вахта сдана. Вахта принята. Пьянти. Красная. Здорово. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok. Вода. 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 И все время вода. Со всех сторон. Кроме воды ничего не видно. Такое ощущение, что вся земля состоит из воды. Ты подумай, сколько народа эта вода поглотила. Да и вообще, мир не мир без воды. Ты чего там бросаешь, а? Кок. Маме своей послал открытку к Рождеству. И что, думаешь, она ее получит? Я не вижу ничего смешного. Неплохо. Вот комендант будет приятно удивлен. Ну что, готово? Неплохо. Клею. Что? Клею. На. Чего ты ждешь? Я? А, вот ты о чем. Извините, коменданты. Коменданты, извините. Вас просят в трюм. Как можно быстрее. Мне кажется, это важно. Смени меня. Так точно. Рождество. Когда я думаю о Рождестве на Йокогаме, меня познакомили там с девушкой Гейшей, высокой, со светлыми волосами. Она была прекрасной, как цветок яблони. Она была роскошной. У нас было все готово. И тогда наш командир... Смирно. Вольно. Кто же был художником? Мы все старались, коменданты. Ну вы молодцы, ребят. Просто молодцы. Ой, забыл. Здесь все присутствуют? Все, кроме тех, кто на вахте. Вы уверены? Я сейчас исправлю ошибку. Хорошо. Sometimes I feel like a motherless child. А long way from home. a long way from home. a long way from home. За мной. Вас просят в ковид-компанию. Поздравляю. Веселого Рождества. С Рождеством, коменданте. И вас, мистер Штайнер. Это очень мило с вашей стороны. Когда-нибудь мы такую историю расскажем нашим детям, правда? Смотрите. Команданты, с вашего разрешения, я бы хотел уйти. Можете идти, если вам так угодно. Благодарю вас. Сейчас ровно полночь, коменданты, с Рождеством. И вас тоже. С Рождеством, ребята. Спасибо. И вас также. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это намного легче, чем быть врагами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Forse questa notte è la prima volta che sono nati due bambini Gesù Forse perché è la prima notte che gente di paesi diversi capisce che si può vivere tutti insieme nel mondo come vecchi amici usiva per la prima volta che sto facendo Posso che seguire le? Posso che sono un comandante? D'acquanto? D'acquanto di me? Buonasera! Che bella! Che fortunato! Che gusto! Как мило. На шампанском лучше поэкономьте. У нас всего две бутылки. Полсталовой ложки на человека, как касторовое масло. Прошу вас, позвольте. Здесь немного. Пожалуйста, спасибо. С Рождеством. Значит, это правда? Нет никакой войны? С Рождеством, капитан. Нет никакой войны. Не было бы, если бы сегодня все отмечали праздник, как и мы сегодня. Но ведь все такие, они смеются, плачут и боятся, точно как я. Нет, не все. Совсем не все. Вот поэтому ты мир и несчастен. Именно поэтому. Но мы здесь сегодня счастливы. А мы и есть весь мир. Вон там, коменданты. Толком не разобрал, но, по-моему, это грузовой корабль. Видите? Вижу. С Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. Я так счастлив. Я так счастлив. Внимание, внимание. Всем занять боевые места. Всем занять боевые места. Внимание, стрелкам на носу и на корме. Приготовиться к бою. Занять боевые места. 20 градусов левого руля. Есть. 20 градусов левого руля. Самый полный вперед. Машинное отделение. Самый полный вперед. Надо прикончить его до расцвета, а то ведь он сбежит еще от нас. Машинное отделение. Какая у нас скорость? 15 узлов. Постарайтесь увеличить ее. Приготовиться. Носовые торпедные аппараты. Приготовиться к бою. Носовые торпедные аппараты. Первый и второй. Будьте готовы вести огонь. Первый и второй аппараты готовы. Первый огонь. Первый огонь. Второй огонь. Есть второй огонь. Есть. Точно в цель. Хорошо. Поработали. Курс 23. Слушаюсь. 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 Смотрите, вон туда. Спасательная шлюпка. Как называется ваш корабль? Датский грузовой корабль «Камелот». Пленным подняться на борт. Вы были владельцем? Я, капитан Воргас. Кому принадлежал этот корабль, капитан? Он всегда принадлежал мне с момента спуска на воду. Но вы могли бы командовать боевым кораблем. Вы зашли в зону военных действий. Мне все говорили. К сожалению, другого такого корабля никогда не было. Ближайший порт – это Санта-Марио, не Азорес. Дотянете? Но это же 700 миль по морю в такую погоду. Без воды? Сколько у вас человек? 24. Я надеюсь, вы поймете меня. Мы не можем поднять столько народу на борт. Я понимаю, коменданты. Хотя, в принципе, можно. Я не могу поднять столько народу на борт. Я не могу поднять столько народу на борт. Мне придется пересечь половину Атлантики, чтобы высадить вас на берег. Никакого веселья не будет. Вам здесь будет неуютно и холодно. Считайте, что это последняя надежда. Если нам придется вдруг погружаться... Я понимаю, капитан. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Продолжение следует... 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 Я должна идти, меня ждут. До свидания. Попадете домой, наверное, и книгу про нас напишете. Когда-нибудь, да. Не забудьте упомянуть про меня. До свидания. Желаю удачи. До свидания. Дорогой Анастромо, до свидания. Дорогой Анастромо, до свидания. До свидания. До свидания, Анастромо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Коменданты, что мне написать в борт-журнале? Затопленный французский грузовой корабль Camelot, выжившие высажены на Санта-Марии Азорес. Это все? Да, это все. Дежурный офицер прибыл. Что прикажете? Возвращайтесь к несению вахты. Слушаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok